Здарова, Ютубе! Недели назад выходила первая часть видео «Все смерти Человека-паука в комиксах». Как вы уже поняли, это вторая часть. Если по каким-то причинам ты не посмотрел первую часть этого видео, ссылочка будет в описании, ознакомливайся. А спонсором этого видео являюсь я сам, а вернее мой инстаграм. Недавно я начал увлекаться фотографией. Если ты хочешь отслеживать мой прогресс и наслаждаться годными фоточками, ссылочка будет в описании. Ну а мы приступаем! Первая смерть на очереди. Произошло это в Marvel Что Если во втором томе 25 выпуске. Там один злодей напал на землю и пытался накачать всех людей землевеществом, которое бы превратило их в людей-ящериц. В обычной вселенной каратель и лунный рыцарь смогли остановить распространение наркотика. Но в этой вселенной, в Marvel Что Если, они потерпели неудачу. Поэтому большая часть земли была превращена в ящероподобных существ, включая и Человека-паука. Небольшая, незатронутая группа героев и злодеев пыталась остановить плохих парней, включая Халка, Доктора Дума, Росомаху и Саблезуба. К сожалению, Халк убил трансформированного Человека-паука. Вторая смерть. Первый том Человека-паука, 17 выпуск. Начинается с того, что Питер плетет паутину по городу и опаздывает на встречу с тетей Мэй и переживает насчет соуса для барбекю, который он забыл купить в магазине. Но вот, на одном из домов отрывается платформа для мытья окон и отправляет двух рабочих в полет. Паучку удается спасти этих двух рабочих. Но беда. Платформа мчится к земле с неистовой скоростью, задевая несколько резервуаров с фреоном на своем пути вниз. Они довольно опасны для человека и токсичны. Увидев внизу мать и дочь в опасности, Питер спускается вниз и защищает их от взрыва. Но при этом его обливает смертельная доза химического вещества. Пит умирает и получает внетелесный опыт, который переносит его за гробную жизнь. Третья смерть. Что если Человек-паук женится на Черной Вдове? В 34 выпуске, что если Черная Вдова съела Питера Паркера? Ой, ужасная история. Четвертая смерть. Эта история получила название Арахноморфоза. И речь идет о Питере Паркере, пытающемся вырастить своего сына Бенджамина, который является мутантом. Над Беном постоянно издевается Буч Томпсон, сын Флэша Томпсона, его единственный друг Старо Уотсон. Однажды после того, как Буч жестко избивает Бена, Буча находит убитым. Флэш и его друзья ищут Бена, чтобы убить его в отместку. Но Питер спасает Бена и предлагает себя взамен. Затем Флэш и его друзья сбивают Питера до смерти. Позже Бен даже поступил в школу для мутантов. Пятая смерть. Что если Человек-паук убьет Человека-паука? Данное событие произошло во вселенной «Что если». Питеру Паркеру не удалось выбраться от Алого Паука, вернее от Бенна Рейли. И он убил его. Еще одна смерть произошла во вселенной «Что если». Каратель убил Человека-паука. Он не понимал, почему злодеи не смогли применить этот способ до него. Он просто установил бомбу на закрывшуюся дверь, которую позже Питер Паркер открыл и взорвался. Еще одна смерть произошла на страницах комиксов «Что если». Там Красному Черепу все-таки удалось захватить мир. И против него была долгая и ожесточенная борьба. Его все-таки удалось победить. Ну какой ценой. Человек-паук, к сожалению, там умер. Очередной комикс «Что если». Кэп превратился в фашиста, утверждая, что суперсолдаты – это истинные правители мира. Клинт Бартон и Фрэнк Касселл были суперсолдатами, чья работа заключалась в устранении возможных угроз. Включая как раз молодого человека, который только-только приобрел паучьи способности и стал телевизионной личностью. Как вы поняли, они быстро убили Питера Паркера. Не раздумывая. Следующая смерть произошла во время кроссовера «Хаус оф М». Питер Паркер там реально сошел с ума. И принял личность зеленого гоблина. Кто бы мог подумать. Но не стоит удивляться, ведь это комиксы. Как же вам поподробнее объяснить, как все получилось? Питер Паркер пытался убить Мэри Джейн. Он пытался убить любовь всей его жизни. Он отправил в Мэри Джейн свой глайдер. Но в Питере были все еще рациональные и здравомыслящие частички его разума. Он преодолел безумие. И из последних сил встал перед своим собственным глайдером, чтобы спасти жизнь Мэри Джейн ценой собственной жизни. Следующая смерть тоже связана с «Хаус оф М». В оригинальной вселенной «Хаус оф М» Гвен Стейси должна умереть в нем. Но здесь она является аномалией, и она тут выжила. Герои и Питер понимают это. И они должны принять решение убить ее. Питер Паркер никак не может с этим согласиться и позволяет Гвен выжить, тем самым уничтожая мультивселенную. Это красивая и мрачная история сразу. Следующая смерть произошла в выпуске «Что если Каратель убьет, сорви голову?». Питер Паркер встал у Карателя на пути, который обезумел. И Каратель решил убить его. Вот и мы подошли к концу. Это последняя смерть, которую мне удалось раздобыть в интернете. Действия разворачиваются опять в «Что если». В этой вселенной Тони Старк является злодеем, и его Альтрон захватил власть над миром. Оставшиеся герои борются за добро. В конце концов, Человек-паук жертвует собой, отключая броню Железного Человека, которая питает все. Это убивает не только Тони Старка, но и Человека-паука. Зато спас вселенную. Ну вот я вам и рассказал о всех смертях Человека-паука в комиксах. Как вы поняли, их было не меньше 30. Большая цифра. Ну а если ты знаешь о каких-то смертях, о которых я еще не рассказывал в этих двух выпусках, обязательно дай мне знать об этом в комментариях. Ну и напоследок скажу. Не забывайте нажимать на лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на этом канале. Всем спасибо за просмотр, всем покедова. С вами был Реверс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова